Добрый вечер Спасибо, правда Но вы не пожалеете, потому что сегодня наша героиня блистательная Певица, музыкант, композитор и вообще-то она пишет еще стихи Но это немножко попозже Прежде всего я хочу вам сказать, что эти вечера Сегодня первый вечер из цикла «Арт-медиа» Клубный вечер Инициатором этого вечера явился благотворительный культурно-образовательный фонд Имени Анатолия Григорьевича Лысенко Лысенко – это человек, которому принадлежит все лучшее, что было, есть И что-то мне подсказывает, будет на нашем телевидении Нас видят и слышат очень многие Мы, конечно, это прекрасно, когда узким ближним кругом Собираются слушать вот именно такую музыку Но благодаря Государственному музыкальному центру «Радиоорфей» Наши коллеги, генеральный директор Государственного музыкального центра И радиоорфей Ирина Герасимова Спасибо, спасибо, спасибо большое Я не могу не предоставить слово Хозяину вот этого намоленного места Человеку, которого знают в мире Это тот человек, который определяет на сегодняшний день Наше культурное пространство Может, он сам об этом не задумывается Но это так Его работы украшают города не только России А многих-многих стран мира И нам от этого только гордость Народный художник Известный скульптор Профессор Международной академии архитектуры Вартан Георгиевич Франкулян Слушайте, у нас такой праздник сегодня Даже мороз похожий Потому что, ну, это редкий голос, поверьте Это редкий человек Это мы сегодня счастливые люди Мы каким-то чудом все здесь оказались И даже я Моя, надеюсь, галерея Зазвучит Можно я немножко возьму ее Вот этих голосовых данных Переведу в объемы На самом деле, серьезно Мои скульптуры пронизаны джазом Это мое кредо И все ритмы, вот эти формы Они порождены любовью к джазу Поэтому для меня сегодня особый праздник И вы знаете, если вы после того, как вы послушаете Мои скульптуры окажутся сравнимы С этим великим голосом, вы увидите Что кое-какие частички А сегодня, может быть, они еще и приобретут Они получат такое послевкусие еще От этого голоса, запомнят И им будет радостно жить То, что мы сегодня послушаем Уйдем и унесем Это чудо сегодняшнее Они-то здесь молчаливо останутся Я, конечно, с удовольствием послушал бы Как они реагируют на музыку Но я уверен Что они будут сегодня тоже в таком же потрясении Как и мы с вами И я просто счастлив, что такой великий голос Будет звучать в моей мастерской Это не мастерская, а галерея И хочу сказать, что и вы И она будут всегда желанными гостями в этой галереи Так что наслаждайтесь Я буквально несколько слов скажу о нашей героине Она родилась в Ереване Теплом, замечательном Ереване В семье, где все любили музыку Все И, конечно, главное была мама Мне в интервью на радио Марьям сказала Мама определила мою судьбу И это действительно так Так как кругом были одни музыканты Или те, которые не могут жить без музыки Они быстро поняли Что девочку надо учить И мама отвела ее В центральную музыкальную школу Еревана Очень известную в Советском Союзе Имени Петра Ильича Чайковского Где девочка начала свое обучение И училась она так успешно Что через некоторое время стало ясно Надо ехать в Москву И вот тут мама совершает Ну почти что подвиг Из привычного, уютного, теплого Еревана Из своего дома Они переезжают в Москву Мама делает обмен Но правда, надо сказать правду И тут мама оказалась на высоте Они приехали на Гоголевский бульвар В знаменитый дом полярников Рядом была библиотека Гоголя И Марьям не случайно Это любимые ее писатели Николай Васильевич Гоголь На сегодняшний день И сразу же началось окружение тех людей Которые, как правило, оставляют особый след В жизни любого ребенка Каждый из них был чем-то Замечателен Это были артисты Это были музыканты И кто бы ни был рядом Рядом была мама Марьям поступает в легендарную Гнесинку И там она учится Делает успех за успехом Она идет только вперед И уже училище Вот сейчас я вам скажу То, чего я никогда не говорю в эфире Но так как Марьям сама мне рассказала Об этом в интервью И об этом уже тысячи людей услышали Я позволю себе сказать это вам Однажды, проходя по коридорам Училище Она услышала музыку И музыка ее заворожила Играл пианист Она открыла дверь И увидела Его Он играл Это была какая-то импровизация Она увидела И вот знаете, как бывает Это скорее только могут понять женщины Это мой Так она решила Но мужчина же, вы знаете Извините меня, пожалуйста Наши замечательные мужчины Нужно время Для того, чтобы понять Вот это твой человек Вот с этим человеком Ты будешь счастлив Нет Прошло 16 лет Марьям за это время вышла замуж Чтобы Ну, чтобы доказать этому Потрясающему музыканту Что она не одна И родилась замечательная девочка Но мама была рядом Можно было пережить очень многое И прошло 16 лет И он понял Что только она И есть его самая Любимая, нужная, необходимая Женщина И дальше было Только счастье Трое детей Они оба купались в музыке Было все Было все Марьям, кстати Работала с Николаем Носковым Кто знает это имя Тот понимает Что Николай Носков Не подпустит к себе Не то, что неграмотного музыканта А просто Маломайский Может быть Не на 5 с плюсом А на 4 с минусом Уже рядом с ним Никого нет Марьям работала с ним И он был счастлив Что она с ним работает Он даже сегодня На мой взгляд Просто номер раз И даже Когда его недавно Ну просто вывели на сцену И он запел И всем стало ясно Носков Есть Носков Она так потрясающе пела Что автор знаменитых композиций Николая Носкова Разрешает ей петь И эти композиции Понимаете Это очень дорогого стоит Дальше был джаз Во всех его проявлениях Где она была королевой Ну а потом был Знаменитый На всю страну Проект Голос Где Марьям стала Четвертой финалисткой Четвертой Но знаете Я вам скажу Теперь уже можно Как вы помните В жюри был Александр Градский С которым мы Большие друзья И он мне сказал Что конечно Вот она Вот оно первое место Вот оно Гран-при Ну каждый конкурс Все мы знаем Здесь много творческих людей Там есть свои нюансы Четвертой Но Такое количество Зрителей За нее проголосовало Что дальше Она получила Возможность Ездить Гастролировать И ее уже могли Оценить люди Не такого Маленького круга А большого Огромного Музыканты ее оценили Уже давно А вот тут Пришла Огромная любовь Со стороны Зрителей Я знаю точно Вот мы Афишу Когда Расположили В интернете И огромное количество Почитателей Марьян Уже знают И уже настроены На эту Онлайн Трансляцию Это абсолютно Точно Другого Быть не может Я уже не говорю О тех Кто просто любит Только джаз Ну Она Она потрясающая Джазовая певица Правильно Мне сказал Йоси Тавор Известный Музыкальный Обозреватель И все Наверное Слышали Не раз Его программу Норфии Тавор В мажоре Он сказал Мне Она не певица Она Музыкант И это Так оно И есть Я Приглашаю К нам Сюда Марьян Мирабову Пожалуйста Дорожая Здравствуйте Дорогие Друзья Мамочка Здравствуй Я ничего Не говорила Здравствуйте Мне очень приятно И очень почетно Вообще Сегодня Находиться Во-первых В этих стенах И в первую очередь Конечно То что Диана Иосифовна Такие слова Именно Диана Иосифовна Говорит обо мне Такие слова В общем Это даже Даже не верится Но Это какое-то Как будто Не со мной Я очень Несерьезно Отношусь К своему статусу И вообще По-моему Его не существует И вообще Все это Придумки Мы Бум богам Не служит Служим Взял И колоссальное Счастье Дальше продолжает Творчество Со всеми музыкантами Которые и были С нами Ману Газарян Отдельно От нас Существует Как творческая Единица Просто потрясающая Как композитор Как Вообще Это удивительный Музыкант И для меня Конечно Большое счастье Что сегодня Мы вместе И он смог И он Здесь В стране И слава богу Мы сегодня Будем музыциировать Вместе Ну и конечно Мы начнем С Джорджи Ну чтобы сразу От нее избавиться Георджи 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я видела это легкое и домашнее какое-то общение с великими. И самое потрясающее, я помню до сих пор, Никита Богословский. Боже, столько искрометности в юморе, в жизни ощущений, в свободе. Самоопределение в этой жизни и общение со зрителями я столько не видела. Это самое яркое мое впечатление, конечно. Еще я помню, Ян Фрэнкель, когда приходил всегда, он приходил такой большой, немножко сутулый. Не немножко, но сутулый, но красивый. И у него всегда были конфетки. Знаете, я счастливый человек, потому что я еще живу ароматами той эпохи и той культуры. И я не собираюсь их терять. Потому что я думаю, если мы будем говорить о потере каких-то, то за эти потери несем ответственность только мы. Тот, кто потеряет, тот и потеряет. А тот, кто несет, тот передаст другим. Я так думаю. Потрясающе, а? Вот это то, о чем я все время думаю. Да, теряет тот, кто сам теряет, в конце концов. Да, это твой личный отказ. Как можно у нас-то отобрать? Нет. Это никому не удастся. Мы не сдадимся. Да, это точно. Вы знаете, что меня поражает в Марьям? Джаз вы еще услышите, конечно. Но вы услышите и песни. Во-первых, сам выбор песен. Когда, ну если я сейчас представлю эту песню, то ее по идее надо петь или нет? Как? Как вы? Можно? Ну вдруг Марьям берет песню, которая была написана. Я сначала вам скажу, для чего она была написана. Когда мы соединяли город с деревней. И нужно было написать такую песню вот прямо на эту тему. И тогда Маргарий Григорьевич Фрадкин вместе с Долматовским думали-думали их и просто били-били. Давайте-давайте. И вдруг они приносят вот эту песню. Ее спела один раз певица, и песня ушла. И вдруг я вижу, выходит эта роскошная Марья Мирамова. Женщина. Здесь у нее, да? Ромашка. Ну, я не буду вам долго рассказывать. Сейчас прозвучит эта песня, которая Аманук. 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 Без Манука мы не можем вообще ничего. А называется она «Нет, мой милый, никуда я не уеду». Вот можете себе представить? Сейчас вы услышите. Нет, мой милый, никуда я не уеду. А иначе мы друг друга обездолим. Понимаешь, никуда я не уеду, лучше было бы тебя не знать, не ведать, чем проститься, чем расстаться с этим полем. Не, мой милый, я не вынесу разлуки. Ты мне пишешь, но плывут в тумане строчки, понимаешь? Я не вынесу разлуки, ты избавь меня, спаси от этой муки. Или сердце разорвется на кусочки. А Ireland, вы escuela в тумане строчки. Субтитры подогнал «Симон» 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 Нет, нет, мой милый Спасибо! Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо! Спасибо большое за этот вопрос! Может быть, право я имею, но дается это колоссальными усилиями. Скажем так, в любом проекте, в котором я участвовала, это и «Голос», и «Три аккорда». Про «Три аккорда» я скажу отдельно. Это мое большое счастье. Как ни странно, самое большое счастье. Потом я объясню, почему. И вот сейчас «Две звезды, отцы и дети» – замечательный проект, где мы были с Софочкой. Каждый раз это было колоссальное противостояние. То есть я предлагаю свои песни, а там говорят, подождите, это «Нафталин», это «Джаз», это «Той», это «Се», это «Все не подходит». Я говорю, послушайте, то, что предлагаете вы, это не имеет ко мне никакого отношения. Я это просто не исполню хорошо. То есть для меня не важно абсолютно, буду я участвовать или нет. То есть я совершенно адекватно подхожу к тому, что я готова отказаться от съемок, если мы все-таки не придем к консенсусу, потому что для меня не важно, появлюсь я восемь раз на экране или нет. Для меня важнее, с чем я появлюсь. И поэтому у нас постоянно, как прекрасный мой Юрий Викторович Аксюта говорит, ты мне пьешь кровь опять. Я говорю, ну, в общем-то, я готова. Я говорю, это только из-за того, что вы сопротивляетесь. Я говорю, неужели вы мне не доверяете? Доверьтесь, пожалуйста, я не сделаю плохо. Дайте мне сделать только то, что мы хотим сделать. Поверьте, это будет хорошо. И в подтверждение этого всегда я за каждый тот номер, который выходит на экран, я в ответе. И я знаю, что это абсолютно ко мне относится. А уж как я это сделала, это уже не мне судить. Ну, да. Спасибо. Может быть, не все видели, ну, вот эту вот именно съемку, но я поразилась. Я вообще сама-то, у меня глаза были полны слез, честно вам признаюсь, я никогда не думала, что эта песня может вызвать вот именно такую реакцию. Но молодые люди, они ревели, а вот это вот все, понимаете? И это было не по флажку, когда у нас иногда поднимаются ладушки. Да, нет, так это не были ладушки. Это была действительно реакция людей. Вот. Ну что, к джазу. К джазу. К джазу. К джазу. К джазу. К джазу. Причем к ортодоксальному. Хорошо. Так назовем это. Бэйсин-стрит блюз. Вы знаете, песни, может быть, многие не знают или некоторые не знают, что эта песня была пьеса вообще, а потом уже стала песней. Была посвящена очень веселой улице в Новом Орлеане, которая называлась Бэйсин-стрит. Улица была веселая, потому что на этой улице располагались все ночные дома с красными фонарями и джазовые клубы. И вот джазмены основную часть времени проводили в работе в домах с красными фонарями, но после они не шли спать. Они все сходились в джазовые клубы, и там начиналось самое главное действие. Там начался джеймс-сейшн. И вот это самая веселая улица Бэйсин-стрит. Можете представить, что я сейчас попробую изобразить. Бэйсин-стрит. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А я тоже хочу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Явно после фонарей. Вот на кого мюзикл надо делать. Вот на кого надо делать мюзикл. Да. Но это надо подумать, между прочим. Надо подумать. Я думаю, что сейчас на медиаплатформе «Орфей» кто-нибудь подсоединится из авторов. Но Марьям же лишь бы кто не нужен. Ей же нужен именно тот композитор, который будет отвечать каждому ее нерву, я не говорю голосу, душе. Где такого взять сегодня? Вы знаете, пишут. На самом деле пишут. И просто это у нас странным образом изменилась, если по-современному сказать, платформа. Платформа для трансляций. Вот так скажем. Если раньше у нас была одна платформа. Это телевидение, утренняя почта, например, иногда новогодняя и так далее. И постоянно это было радио. Радио вещание. То есть то, что… А сейчас у нас изменилась платформа. И сейчас то, что не берут на радио, а на радио не берут, поверьте, те песни хорошие, которые я записала, авторские, не берут. Причем ни на какое. Это странно. На телевидении… Неформат. Говорят, неформат. Правильно? Мне очень хочется увидеть этих людей, кто придумал это словосочетание. Неформат. Неформат. Неформат чего? Есть неформат культуры? Ну, то, что я записала и написали эти прекрасные композиторы, это очень даже формат культуры. Ну, не знаю. А сейчас платформа такая, которая подразумевает под собой, что вы должны, мы должны, значит, зайти в интернет, отыскать, значит, забить какое-то имя, фамилию, и, может быть, что она нового записала. В общем, какой-то бред сивы кобылы. Невозможно. Это переживать об этом пустое, потому что я ничего не изменю. Я просто записываю, выкладываю. Это все есть. Мы сделали вот свой ресурс там в Ютьюбе, потому что туда постоянно, если что-то новое, туда закачиваю. И в надежде на то, что это слушается. Все. Гость. Гость. Я влюблен в эту певицу, в эту женщину, в этого музыканта. Дело в том, что встреча наша была первая такая серьезная, профессиональная встреча, очень неожиданная, потому что мы встретились на конкурсе. А на каком? Да. Неожиданная. Марьян была в составе жюри, я был в составе жюри. Неважно. И после этого, а, надо было видеть, с каким наслаждением она отмечала талантливых людей, всегда с широкой душой и открытым сердцем. Но было еще нечто. Вообще, когда я думаю о ее национальности, о корнях, мы как раз отмечаем 120 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна. Сколько эта страна дала? Сколько она продолжает давать изумительных музыкантов, которые, как Марьян, в общем-то, объединяют академическое начало самого разного направления своего творчества. То есть, они могут идти в джаз, они могут идти в любую другую сторону, но вот эта академическая основа дает им не только право, но уверенность в том, что они делают все то, что нужно, то, что лежит на сердце, то, что она сейчас сказала. И в конце этого конкурса, почему иначе с конкурсом? В конце этого конкурса Марьян участвовала в концерте еще с одним армянином, Тони Карапетяном. Он сидел за фортепиано, и они начали импровизировать на тему армянской колыбельной. Они пели минут 15. Это безумно много для такого концерта, но дело в том, что всем хотелось, чтобы они продолжали и пели. Это была импровизация на таком высоком академическом и музыкальном уровне. Это были такие пласты неожиданные, что не хотелось, чтобы она останавливалась. Они искали, и как-то где-то Тони тоже очень такой плодовитый композитор, и они питали друг друга одновременно. Они находили совершенно неожиданные формы. Я никогда не забуду этого выступления. Вы правы, потому что мы знали, какое будет начало, и абсолютно не знали, чем все это закончится. В этом вся прелесть джаза. О, это прелесть джаза, это прелесть музыки. Потому что многие композиторы не всегда знают, чем они закончат. И начинают писать и полностью перестраиваются. Здесь же это все время наслаивалось, наслаивалось и наслаивалось. И я должен сказать, что эти мгновения я никогда не забуду. Мне кажется, что если Марьям возьмет простую какую-то песенку, даже детскую, в ее устах и в ее исполнении это превратится в серьезное большое произведение. Потому что так она слышит. Это большое мастерство не строит границы между собой и тем, что она исполняет. Это колоссальнейшая музыкальная интуиция, основанная, опять-таки, на великолепном образовании. Здесь никуда не денешься. Просто так это не получается. Я как-то спросил у другого великого композитора, у Геи Кончелли, как это получается? Вы уже где-то в 4-5 веке пели многоголосие. И какое многоголосие! Как это получилось? 8 голосов вместе. И посмотрите, как красиво. Ну что, в одной деревне сидел Бетховен, в другой деревне сидел. Шопен в 3-й деревне сидел. Моцарт. А вместе они создавали то, что есть. Вот здесь именно это то, что есть. Это колоссальнейшая база, академическая, плюс великолепное ощущение музыки. Спасибо, Марьян. Спасибо. Неужели это все обо мне? Спасибо. Да, да, да. Это очень точно. Ну, Йоси Тавор, Йоси Тавор. А вы знаете, сейчас вот будет песня, которая вообще меня удивила. Потому что я ее слышала в исполнении двух артисток. Они из разных жанров, песенных из разных. Одна – Любовь Успенская, которая, как говорят, королева шансона. А вторая – ну, потрясающая певица – Нани Бригвадзе. И та, и другая имеет огромное количество почитателей. Ну, правда, это так. Ну и все. И точка. И вдруг я услышала эту песню в исполнении Марьян. Вы знаете, ну, вы сейчас то же самое испытаете, если вы раньше не слышали. Причем она сама замечательно играет. Это еще. Вот это тоже огромный плюс. Это опять мама. Спасибо огромное. Этот номер был в рамках трех аккордов в передаче шоу «Трех аккордов». На момент шоу для этого номера я избавилась от ногтей. Сегодня я не успела это сделать. Простите, ради бога. Так что... Да простит меня мой педагог. Клацать будет не по-детски. Но... Попробую справиться. Это великое произведение абсолютно. И для меня, конечно, Нани Бригвадзе это... Это Нани. И, во-первых, для меня музыка Зубкова это... большое искусство. Многие знают его музыку, но не знают, что это писал именно он. Это и для цыгана, да, возвращение... Старший, да. Зубков Старший. И когда мне... Когда я думала над тем, какие же произведения еще предлагать для этого шоу, я... Я очень захотела спеть именно эту песню. Я сейчас два слова еще скажу. Почему? Да, можно? Потому что до этого я ее хотела петь, но я ее не пела. Ее переаранжировал Арменчик, Армен Мирабов. Он переаранжировал для инструментальной версии. Сделал потрясающую совершенно оркестровку. И он играл ее как фортепианную пьесу с оркестром. Сделал удивительное переложение в джаз. Это правда здорово. И слава богу, это осталось на пленке. Это мы тоже залили в YouTube. На одну из платформ. А я ее очень хотела спеть. И вот я однажды села, Армена не было дома, я села за фортепиано и начала искать свое звучание этой песни и нашла. И когда Армен пришел, я ему продемонстрировала. Он сказал, слушай, оркестр не нужен. Садись сама и играй. Оркестр не нужен. И вот так она и родилась. Горчитка Алина. Я, конечно, щемящую Чайковского пониженную шестую оставила. Взяла за основу, потому что вот это время, которое отсчитывается, и вот это огромное чувство любви я хотела соединить. Алина. 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 Судьбой ее так загадана. Давайте еще раз. Я забыла слова. Судьбой так загадана. Что на землю сброшено? Листва. Спасибо, Манучарик. Еще раз. Судьбой ее так загадана. Листва на землю сброшено. Листва на землю сброшено. Не слышу сердца звон. Приходит к нам негадана. Негадана, непрошена. Негадана, непрошена. Последняя любовь. Корчит колено. Губ твоих малина. Идут на убыль теплые деньки. Мне надо знать, Что я еще любима. Любима, и ты Мне в этом просто Помоги. Пусть жизнь уже отмерена Снегами запорошена. Снегами запорошена. Последняя стезя. Но все-таки мы верные. Любовь свою хорошую. Любовь свою последнюю. Отталкивать нельзя. Корчит колено. Губ твоих малина. Идут на убыль теплые теньки. Мне надо знать, Что я еще Любима, любима. И ты Мне в этом просто Помоги. Мне надо знать, Что я еще Любима, любима. И ты Мне в этом просто Помоги. Любима, любима. Спасибо. И ты Я не слышу Те есть замечательных певиц. Абсолютно другая трактовка. Вот не случайно Марьям это театр, Марьям это кино. Вот. Наверное, все идет от этого у нее. Но вы обратили внимание, имея такой силы голос, такой роскошный тембр разнообразный, как она довольно часто пользуется деминуэндо. Ну, тихим голосом. И этим тихим голосом она говорит все. Абсолютно. Это вот и есть мастерство. Так. У нас там что-то. Манук. Нет, сейчас. Это же Орфей. Сейчас все сделают. Сейчас все будет в полном порядке. У меня, как всегда. Нет. Все нормально. Как, как всегда. Как в джазе импровизационном. Вот, конечно, конечно. И вновь джаз. И вновь джаз. The man I love, Джордж Гершвин. И каждый раз я думаю, как же мы, девочки, устроены. Вот, мне кажется, мы рождаемся уже с такими мыслями, что вот он должен быть. Какой он должен быть? То есть мы рождаемся и сразу думаем о нем. Так, он должен быть вот такой, вот такой, вот такой. Вот такой. Какой-то вот такой. Приходит вообще другой. И похищает негодяй. Похищает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 потому что он нас с Арменом протащил туда. Ну, как-то да. На разогреве Марьям Мирабова и дальше бродвейские звезды. И вот, значит, дождь, пробки эти московские. Ну, наверное, это все было правильно. Вот надо было, чтобы были пробки и дождь. И, в общем, Марьям опоздала. Ну, нет ее, нет на разогрева, нет ничего. Выходят эти, значит, звезды. Нет, мы были вовремя. Нас просто пока не выпустили. Нет, мне сказали не так. Наврали. Наврали. Ну, короче говоря, сказали так, что будут сначала бродвейские звезды, а потом выйдет Марьям Мирабова. Ну, думаю, ну вот как-то... Интриги, интриги. Интриги, да. Страшные американские интриги. Они тогда еще, тогда еще. И выходят эти, извините за поюзанные бродвейские звезды. Бродвей. Да, бродвейск, да. Нет, ну, они хорошие, но просто это уже, ну, как бы вот, не тот уровень, который ожидаешь. Они хорошие такие, приятные, все старички такие, старушки там все. И вот они спели, и наша публика так хорошо их, значит, встретила. И тут выходит неизвестная мне Марья Мирабова. Итак, она, значит, первая, вторая, публика начинает тихо заводиться. Значит, какой-то прошел нерв невероятный. А она поет и поет. А в Москве дождь и пробки. А она поет и поет. И посол сидит, я его вижу, он прямо передо мной сидит. И он уже забыл про свой бродвей. Он уже начинает любить Россию. Он начинает любить Россию. И страшно любить Марья Мирабова. Вот. И в результате все это, конечно, заканчивается, сами понимаете, чем, значит, мы все братаемся, любим, целуем. И Марья Мирабов полностью закрывает тему бродвейских звезд. Поэтому, вот помните ли вы это? Вот мой такой рассказ. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Это было действительно очень... Это был очень веселый вечер. Начиная с момента приезда. И когда нам сказали, не пора, не пора. Мы говорим, нам сказали к этому. Нет, подождите. Потом, видимо, они опоздали. Это было неправда. Мы были вовремя. Мы всегда ответственно подходим именно к моменту концертов. Не всегда к репетициям, но концертом уж точно. Да, я была злая. Злость для артиста – это хорошо. Потому что он выходит заведенный. Я была зла, потому что мы были готовы и нас не выпускали. И вообще стоял вопрос о том, а стоит ли после Бродвее и так далее. Очень хороший был вечер. Спасибо. Спасибо, Ирина Анатольевна. Вот напоминание. Это точно. Здорово. Очень приятно. Очень приятно. Конечно. Конечно. Победа. Опять наша победа. Между прочим. Опять наша победа. Я считаю, что дело в том, что мы с вами говорили, когда у нас было интервью замечательное совершенно, которое, еще раз скажу, что для меня большая честь и большое счастье было. Но к вам я опоздала. Это отдельная история. Мы отдельно расскажем. Нет, мы не будем. Наступила та минута, когда я с большим удовольствием и почтением представлю вам того самого человека, который сделал судьбу этой большой певицы, музыканта, мама Марьям Нерабовой, Ирма Николаевна. Посмотрите на нее. Не надо, не надо. Не надо говорить. Нет. Я моя мама. Да. Вы просто сестры. А можно вас попросить выйти только немножко, что... Да, я все... Маленькая девочка. Она еще маленькая. Правильно. Но правильно. Вот. Чтобы вас видели. Вот что главное. Красавица. Вы посмотрите, какая красивая. Нет, не надо. Она не будет, да. Не надо. Нет. Мне главное, чтобы вас увидели. Горло бы. Я пою, а ты хребешь. Я просто из-за уважения к вам я прошла. Я... Я интервью ваше прочла и потрясена просто. Спасибо. Прослушаю. Спасибо. Спасибо вам огромное за такую дочь. Спасибо. Правда. Ну, не всем так удается. Самая большая благодарность в моей жизни, когда вот люди подходят и благодарят меня. Так прекратили. Ну, я ничего не сделала. Да, ничего не сделала, конечно. Привезла, воспитывала, растила, учила музыки. И вот. И какой, какой вообще пример? Такая мама. Если бы в нее талант и твой ремень. Это правильно. Ремень был. Был, да? Был. Да, да. И я благодарна. Ремень был из-за фортепиано, не из-за вокала. К вокалу вообще отношения серьезного не было у мамы. Долго, товарищи. Долго. Но сейчас вам нравится, как поет Мария? Ну, я не могу сама хвалить свою дочь. Можете, вы имеете право. Спасибо вам. Большое спасибо за понимание, за то, что вы так чувствуете, сами чувствуете музыку и музыкантов. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо огромное. Королева-мать. Да, правда, королева-мать. Вот точно. Ну что, попросим Мариям еще? А можно я нарушу наш уговор и я спою напоследок акапельно? О, вообще блеск. Вообще. Я очень хочу, я очень люблю этот микс, который я соорудила однажды. Объясню, почему. Потому что в этом миксе заложено мое отношение вообще к музыке и как к таковым корням. Вообще мы привыкли за многие тысячелетия делить друг друга по национальностям, по религии и так далее. А вообще... Imagine all the people. Ну, в общем. На самом деле у нас один корень. Земной. Один земной корень. И когда берешь какую-то этническую вещь, этнику и сравниваешь, боже, как все это похоже. Моя тетушка преподает в Ирландии грузинский хор. Она говорит, слушай, ирландцы грузины. У них такое же многоголосие. Они все приходят. И то же самое, что касается корсиканцев. В общем, это поразительно. А мы изучали африканские песни каких-то сел Африки. Ребята, ну это Сибирь. Это наши частушки. Это абсолютно... Это серьезно. Мы не знаем, какая произошла огромная миграция людей. Но на самом деле у нас у всех одни корни. И потому эта песня, которую я сейчас исполню, она для меня... Я ее срудила для того, чтобы мы убрали градации и обнаружили единство корню. АПЛОДИСМЕНТЫ О, ЛОДИ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok All my life turned ahead for my friends So I love won't you buy me a Mercedes-Benz Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 галереи франклянных. Спасибо. Маэстро. Спасибо. Спасибо. Это не то слово. Извините. Я никогда не перебивал женщину. А сейчас перебью. Потому что просто то, что мы слышали, это гениально. Согласны? Ну, не надо объяснять. Ну, просто гениально. Она гений. Вы гений. Вы не знали. А мама знала. А в каком возрасте вы это поняли? Ее возрасте. В каком возрасте вы поняли, что она гениальна? С пяти лет. Ну, практически Моцарт. Я страдала все после пяти. Спасибо. Можно я поцелую? Спасибо. Мама, между прочим, тбилисский. А правда чувствуется. Все. Всю жизнь мечтала попасть к вам сюда, чтобы посмотреть ваши... Конечно, я же вижу ваши работы по Москве. Это потрясающе. Я считаю, что лучше скульптора нет у нас. Присоединяемся. Когда вы сюда вошли, я говорю, я эту женщину знаю, я ее видел. Вот знаете, есть то, что нельзя смыть. Вот это то, что где мы родились, как мы выросли, как мы ходим, как мы смотрим. Даже как мы говорим. Я как поем, видимо, тоже. Наверное. Наверное, да? Нет, как относимся к детям тоже. Но это не только нам свойство. Это я так... Это шутка, конечно. Вот такая семья Симоньянцев. Вы, наверное, знаете. Это... Это уже наверху. Все, мы поговорим. Да. Мы сейчас поговорим. Мы много чего найдем. Спасибо вам. Спасибо маме замечательное. Это большое счастье для вас. Вот такая девочка. В общем, семья Симоньянцев тоже. Начинаем. Вот. Вот. Да, да, да. Если вы еще немножко поговорите, вы найдете еще много знакомых и родственников. Самое главное. Потрясающе. Вот такой вечер у нас получился. Я надеюсь, что вы не пожалели, что пришли сегодня. Это сейчас. Да, у них уже свои. У них свои разговоры. Разговоры. Понятно. Но я говорю на трансляцию. Да, на платформу Орфей. Обязательно. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Этому дому. Это потрясающие галереи. И Георгию Вартановичу. Кому не понравилось, поднями эту руку. Спасибо огромное. Спасибо. Мариям, огромное спасибо. Только вперед. Спасибо. Только вперед. Субтитры подогнал «Симон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова